Добрый день, дорогие друзья! Я сейчас хочу рассказать о такой профессии, как охранники, и то, что я думаю о данной псевдопрофессии. Потому что назвать ее полноценной нормальной профессией у меня, к сожалению, язык не поворачивается. Дело в том, что наше государство подверглось массированной деиндустриализации, и огромное количество трудоспособных мужчин оказалось выброшено за борт, выброшено на улицу. Эти люди оказались не у дел без работы. Поэтому в нашей стране появилась новая профессия. Сейчас 4 миллиона людей работают охранниками. Ну, то есть раньше они что-то производили, что-то делали, творили, а сейчас они просто проводят свое время, тратят свое время за очень небольшие деньги, охраняя что-то, в общем-то, от нас с вами. Мы, в принципе, обычные нормальные люди, мы не посягаем на чужое имущество, поэтому не совсем понятно, зачем в аптеке стоит охранник и зачем он там нужен. Дело в том, что это же создает дополнительную нагрузку, ведь понятно, что в цену лекарства заложена также и его зарплата. То есть бабушка, которая на свою пенсию приходит покупать лекарства, она, по сути, переплатит за лекарство просто потому, что вот этому вот молодому мужчине тоже нужно заплатить за его работу. Я рассматривал в интернете, сколько платят вот этим охранникам в месяц или в день в различных регионах нашей страны и обнаружил, что люди, которые занимаются такой вот псевдоработой, получают от 1000 рублей в смену до 2000 рублей. Причем 2000 это, как правило, если человек работает на какой-то более такой ответственной охранной должности, там проверяет документы и что-то такое. Если он просто ходит по супермаркету, ну там обычно 1500 рублей в смену. Нетрудно посчитать, что если человек работает официально согласно трудовому кодексу, у него в месяц 7-8 смен. То есть охранник должен работать не более 7-8 дней в месяц, если режим его работы 24 часа и потом он обязан 3 дня сидеть дома. К сожалению, многие компании, многие ЧОПы, то есть частные охранные предприятия, они не соблюдают трудовой кодекс и предлагают работать сутки через двое, а не через трое. Но тут явное превышение режима рабочего времени. Но я не хочу именно здесь и сейчас это обсуждать. Этим должна заниматься трудовая инспекция, а не я. Я хочу сказать, что сумма, которую человек может заработать на такой работе, она чрезвычайно мала. Ну если мы будем говорить о том, что человек получает 1500 рублей в смену и работает 7-8 смен в месяц, то зарплата будет всего лишь в полтора раза выше официальной минимальной зарплаты по стране. Если человек работает более-менее адекватно на нормальной частной охранной фирме, то возможно он сможет заработать 20-22 тысячи рублей ежемесячно, если он работает в режиме сутки через двое. Для взрослого мужчины это, конечно, очень маленькие деньги. Кстати, недавно я смотрел новости, оказывается, что самые закредитованные граждане нашей страны по какой-то случайности это тоже охранники. То есть охранники, помимо того, что мало зарабатывают, они очень много берут кредитов. Ну, видимо, причина кроется в том, что тех денег, что они зарабатывают, им недостаточно, чтобы каким-то образом в этой жизни себя чувствовать более-менее нормально. Именно поэтому эти граждане берут кредиты. К сожалению, я вообще не очень понимаю бизнес, который использует этих людей, нанимает их. Дело в том, что я просто поставил себя на место бизнесмена, ну, допустим, был бы у меня склад какого-то товара. Я не думаю, что я нанял бы охранников его охранять. Скорее всего, я бы поставил хорошую сигнализацию, возможно, камеры. Нанял бы страховую компанию, заплатил бы за страховой полис. И в случае, если бы мой склад реально кто-то, что называется, взломал и что-то оттуда утащил, потребовал бы просто страховую компенсацию. Я думаю, такой путь, на мой взгляд, более правильный, чем нанимать человека за маленькие деньги и к тому же, который еще имеет долги перед банками. Этот человек для меня ненадежен. То есть вариантов того, что он что-то украдет, на мой взгляд, больше. Чем произойдет взлом этого склада. Поэтому я хочу сказать, уважаемые мужчины, я понимаю, что трудоустроиться в нашей стране очень трудно. Я понимаю, что огромное количество предприятий по факту уже не существует. И вы, как творец, как, возможно, мыслитель, как человек, желающий что-то сделать, просто не имеете возможности это что-то сделать. Поэтому от безысходности вы согласны на любую работу, которая, собственно, и есть работа охранником. Но я рекомендую вам, прежде чем соглашаться на вот эти вот условия, идти в охранное предприятие, подумать. Может быть, вы могли бы пойти работать на флот. Может быть, вы могли бы пойти поехать куда-то на заработки, на вахту. Может быть, вы могли бы уехать на работу за границу и заработать там какие-то приличные деньги. Ведь, понимаете, работа охранником на самом деле – это работа, это псевдоработа, это не работа. Вы всего лишь создаете нагрузку на нашу экономику, удорожаете товары и услуги, которые в нашей экономике крутятся. Потому что все, что вы делаете, это вы ничего не делаете. То есть вы просто проводите время. Поэтому, уважаемые охранники, уважаемые желающие стать охранниками от безысходности, потому что я, честно говоря, знаю немного людей, которые бы хотели бы стать охранниками, которые бы мечтали бы стать охранниками. Я вообще таких людей, честно говоря, не знаю. Если вы находитесь в ситуации, что вам нужно поработать охранниками – окей, работайте, но недолго. Потому что эта работа разрушает вашу личность. Мужчина не должен проводить свое время за ничего не деланием. Мужчина должен что-то делать. Подумайте об этом. Всего вам доброго.